Есть пару новых треков, ну не пару, там три, которые мы будем исполнять вместе с большим количеством своих старых треков. На самом деле, если столько народу собралось, значит не все попали, точно не все попали на фэшн, да, на этот крутой концерт. Он в натуре был крутой концерт 29 сентября. Поэтому многие еще хотят услышать старые треки. Я, скорее всего, может, сделаю пару треков, которые я вообще никогда не исполнял, старых. Я не знаю пока какие сделать, хочется там в новой обработке может. Ну прям такие, еще до самого сольного Макса Коржа. Знаете, кто такой Макс Корж? Да. Да, слышали. Ну конечно знаем. Потрясающий исполнитель. Да, прикольный. Голос приятный, ну хороший он. Чем нравится исполнитель? Нравится тем, что, ну в принципе, знаю, что это известный исполнитель, как хип-хоп, так и рэп исполнитель. Нравится его текстов. Реально хорошее творчество, интересно слушать. Очень талантливый. Он офигенен, мы его любим. Песни хорошие, вообще жизненные очень. Прыгать в толпу очень прикольно. Я прыгал в толпу один раз всего лишь. Это было в Витебске. В Витебске просто незабываемо потрясный концерт был. Я прыгнул в толпу. Меня сразу оттуда оттянули, потому что никто не готов был, что я прыгнул в толпу. Все подумали, что меня просто туда утащили. А есть трек какое-нибудь название, вспомните? Небо поможет нам. Время. Мотылёк. Мотылёк? Да. Что небо поможет нам. Ну это что-то типа хип-хоп такой. Летай в темноте, по-моему, называется. Да, да, да. Мотылёк хороший. Мне больше всего нравится мотылёк его. Где я? Летай за мной в темноте. Слушай, это ж у них у всех это песни любимые. Вот это дворец спорта. Никогда в жизни не думал собрать такую вообще холю. Всегда обходил стороной это здание. Я даже не замечал его на самом деле. 7 марта здесь будет офигительный концерт. Могу сказать, что билеты уже все продали. Получилось так, что люди поддержали нашу идею собраться. И оторваться, в общем, массово. Вот март для нас такой очень важный месяц. Везде мы взяли очень хорошие площадки. Мы охватываем Минск, Москва, Питер и Киев. В Киеве мы вообще будем в первый раз так же, как и в Питере. Мой альбом будет по настроению немного серьезнее. Ну, потому что, естественно, я расту. Там таких треков, как «Чужая женщина» и «Залетела Оля» уже не будет. Потому что, ну, на самом деле, в жизни такой херни уже нет. Я обещал альбом к концу весны или к началу лета. Сейчас мы посмотрели на материал. Получился материал грузового. Все-таки хочется сделать немного веселого. Веселого я ничего сделать не могу, поскольку я не мог уехать из страны. Короче, моему паспорту хана пришла. Он в дождевой, короче, у меня. Лето я не увидел. Зимой сочинять про лето, ну, летние позитивные песни вообще не вариант. К сентябрю, получается, мы сделаем альбом. Не расстраивайтесь, потому что будут выпускаться синглы. Мы займемся клипами. На данном этапе я занят подготовкой клипа. Это первая моя режиссерская работа прям будет. А как слова из песни сможете напеть какие-нибудь? Тут даже где... Только сейчас, сейчас, подожди. Никогда не говори урологу до свидания. Где я? Отлично. Где я? Раз, два, три. Выгоняем алкоголь. Класс. Макс Гордж. Это самые первые мои слушатели в Беларуси. Мы здесь развились, можно так сказать, вышли на новый этап, на хороший уровень. Я благодарен им. Вот они мне давали самые первые эмоции эти. Ну, знаешь, там, на улице меня узнавали, там, всякая такая тема. Я им за это благодарен. Можно сказать, люди делают мое творчество.